Всем привет, девчонки и мальчишки. Добро пожаловать на мой канал. Я тут уже в пятерочке. Сегодня у нас с вами будет весь день. Ем из магазина пятерочка. Красная цена. Просили, заказывали. Я исполняю, как всегда. Ну что, делаем с вами закупочку. Сегодня прекрасных продуктов, ну или не совсем прекрасных. В общем, сегодня с вами все мы узнаем. Выведем их на чистую воду. Погнали за продуктами. Хотя я уже тут. Чай решила не брать, потому что, мягко говоря, он у них не очень. Поэтому обойдемся такими подручными напитками. Яблочный. За 11 рублей попробуем. Мисочки 27 рублей стоят. Это 100 грамм. А, 300 грамм упаковка. Нифига себе. 27 рублей. Вот цена 27,89. Что, берем? Берем. Вкусные, аппетитные. Потом к завтраку 12,89. Без него никак. Беру еще сыр голландский. 49,34. Определилась. Хотела российский, но решила все-таки голландский. Ударимся немного по зарубежью. Вы тут? Буду брать блины с мясом. Вкусняха. Картошку для жарки возьмем. Сколько она стоит, я не знаю. Тут ценник не найдешь, как всегда. А, вот. 76 рублей. 76 рублей. 76 рублей 700 грамм. За 20-ку я еще решила взять вот такой крекер рыбки. Порыбачим. Картошки я решила взять еще наггетсы. Стоят они 300 грамм. 69,99. Что-то тут совсем упаковка легкая какая-то. Ну ладно. Беру. Из напитков еще йогурт красная цена. Клубничный. 29,89. Еще можем взять пельмешки. Аппетитные, классические. Вот такие. Красная цена. Так, пицца, пицца, пицца. Пицца 79,99. У них тут походу все по 79,99. Беру их. Кетчуп. Нет, у них марки, по крайней мере, в этом магазине. Поэтому горчица одно и то же. Я возьму горчицу. Может, уже по хрен удариться. Это что за хрен такой? Столовый, острый. Нет. Нет. Горчицу острую возьмем. Так. Горчица у нас 22,89. О, еще возьму зефир. Попробую. 29,99. 180 грамм. Тут сколько получается? 5 штучек? Нормально. Попробуем. Ну что, я затарилась. Вот моя корзина. Вроде бы и много, вроде бы и мало. Но на целый денек мне точно хватит. Что, погнали на кассу? Ну что, сделали с вами закупку в магазине Пятерочка. Красной ценой. Сегодня будем весь день питаться, как я сказала. Так. Ну, моя закупка вышла на 380 рублей. Так. Ну, в общем, 380 рублей. Я тут просто кое-что еще подкупала. Чтоб чеки не делили. Думаю, пусть одним будет. В общем, на 380 рублей сегодня я проживу свой день. Хочу вам сказать очень даже бюджетно. А что там будут за продукты за этот бюджет, мы сегодня с вами узнаем. В течение дня. Питаясь весь день красной ценой. Вот. Но, с другой стороны, продуктов я накупила на несколько дней. Так что, неплохо. 380 рублей, с другой стороны. Ну что, начинаем. У нас сегодня с вами завтрак прекрасного дня. А на завтрак у нас сегодня сосиски, йогурт, сыр и батон. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, время трапезничать пришло. И сегодня у меня, как мы с вами сейчас приготовлю, такой чудный завтрак. Я хочу вам сказать насчет сосисек этих я сомневалась. Но они очень-очень вкусно пахнут. Прям как настоящие. Даже неважно, из чего они сделаны. Сосиски аппетитные. Тут изделия категории B. Давайте составчик посмотрим, что у нас тут. Конечно, он тут огромен. Свинина, прям большими буквами на первом месте. Видите, да, мясо птицы. Вода питьевая. Ну и дальше тут что, стабилизаторы всякие. В принципе, неплохо, как и обычные сосиски везти. Только по прекрасной цене. Реколубский мясокомбинат еще делает. Ну, друзья, сначала сейчас бутербродики остынут. Давайте с вами... Какой-то сыр желтый, да? Не совсем аппетитный. Но ничего. Ладно, давайте, друзья, за нас, за вас. Чтоб скоро это у нас тут все уже закончилось. Ой, а йогурт очень вкусный. Он в меру сладкий. Такой с легким ароматом клубнички, конечно же. Не совсем клубничный, но хороший йогурт. За свою тридцатку полностью отыгрывает. Ну, а теперь попробуем бутерброды. Что тут хоть за шик и блеск, красота. Пахнет хорошо. Ну, сыр. Он и в Голландии сыр. Что тут про него говорить? Обычный хороший сыр. Производит Москва. Ну, я же говорю, сосиски норм. Я, конечно, за 30 рублей ожидала более худшего ГЭ. Но тут я вам хочу сказать, приятно удивлена. Я не скажу, что они стоят 30 рублей. Она много даже дороже. И по вкусу они нормальные. Да, что ни странно. Особенно вот так бутербродик приготовили. И за милую душу вам. Кстати, очень тоже хороший батон. За 12 рублей. Это очень дешевая цена. Целый батон за 12 рублей. Ребята, где вы такие цены видели? Сейчас опять будете писать, что эти цены я сама все... Я же их в магазине не сама печатаю. Вот они лежат. 12 рублей батон. Полноценный, хороший, вкусный батон. Он, конечно, уже не свежий. Потому что у меня сейчас уже потолок какой-то осыпался. Ну, и видно. А, срок годности еще трое суток и видно. А, тут был на этой. Ну, ладно, я выбросила. В принципе, нормально. Вчера покупала. Скорее всего, он был позавчерашний. А сегодня я начала с утра. Так что он поза-позавчерашний. Ну, ладно. Что-то я тут наговорила. Не важно. В общем, ребятки, сосиски вкусные. Мне они понравились. Да, это странно. Но это действительно так. Очень нормальные даже сосиски. Кто их ел, напишите, как они вам. Ничем не отличаются от более дорогих. И по составу у них все одно и то же. Так, сыр. Хороший, вкусный сыр. Так, йогурт тоже отличный. Сегодня у меня был чудный завтрак. Мне он очень понравился. Не ожидала, честное слово. Надеюсь, вы и тоже. И по цене мой завтрак сегодня вышел. 249 рублей 30 копеек. Да, скажите вы, дороговато. Скажу я вам тоже. Да, неплохо. Но, опять же, сосисок тут на несколько раз. Соботона тоже. Можно вообще им целый день, не два дня или три дня питаться. Сыра тоже. Там можно из него 10 блюд приготовить. Но йогурт, конечно же, выпьется за раз. Такие дела, ребят. Неплохо, я вам хочу сказать. Все равно все отлично получилось. Что там у нас дальше с вами будет? Не отключайтесь, а присоединяйтесь. И увидимся с вами позже за приготовлением обеда. На обед у нас сегодня наггетсы, зефир, картошка. И запьёмся это чудо яблочным соком. Ну и вообще, по идее, нужно было по традиции купить масло красная цена и всё это на нём пожарить. Но про масло, извините, я забыла. Поэтому, ну, какой есть, такой использую. Сейчас мы с вами пожарим картошку и приготовим наггетсы. Теперь время трапезничать у нас с вами по картошечке. Так, чего я приготовила картошку во фритюре? Ну, во-первых, это какой нафиг картофель фри? Вы сами видите, это обычный жареный картофель. Я не знаю, почему они называют это фри. Но вот куда это? Это вообще не фри. Это просто обычная жареная картоха по вешеной цене. Сколько она стоила? Я сейчас скажу, забыла. 76,99. 77 рублей за килограмм этой картошки. Хотя вы видели, она была ещё там много, кое-где чёрная. В общем, та картошка, которая не пошла им, они её покромсали, заморозили и скажут фри купят. Там не видно, какая она. Вот так. Так, ну что ж, давайте теперь, ладно, попробуем. Может, она будет вкусна? Можно. Ну, я хочу сказать, неплохо. То, что сейчас молодая, продаётся не очень. А это прям сладенькая, вкусная, хорошая. Но дорого. Так, теперь наггетсы. Значит, что у нас тут по наггетсам? 300 грамм. Стоили 70 рублей. Тут идёт мясо цыплёнка, вода питьевая, сухари панировочные, мука пшеничная, глютамат, то есть, видите, вкусно. В общем, для детского питания не особо не подойдут. Ну, хотя бы для моего взрослого, надеюсь. Тут, кстати, не так уж и много, так на пару раз поесть. На один зубок, я бы сказала даже. Но в моём случае всё равно неплохо. Наггетсы его мне понравились, тоже вкусные. Сегодняшний обед мне понравился, особенно картошечка. Наггетсы было всё хорошо, несмотря на то, что даже и дорого. Да, неплохо. Ну, а теперь давайте ударимся по десерту. Зефир вот такой сейчас с вами попробуем. И сок яблочный. Что ж тут нам сегодня ответит сок? Так, сок, по-моему, прекрасен как на цвет, так и на запах, как и на вкус. Но его немножко вкуса не хватает, это больше сладкая вода. Даже и яблоко вкуса нет, просто сладкая какая-то водица. Ну, такое себе удовольствие. И да ещё и крашеное. Мне этот сок не понравился. Давайте попробуем зефир. Что тут за зефирчик? Ну, нет такого вот насыщенного вкуса яблочка, вот такой вот кислиночки. Что такое за зефирчик-то? Ну-ка сейчас оценим. Он уже какой-то весь снижавшийся. Ммм, один сахар. Ужасный зефир, просто ужасный. Отвратительный. Я просто сейчас дома ем зефир, знаете, какой белёвский его. Особенно детский. Его прямо кладёшь в рот, а он как пух тает, прям вот как пушок. Такой вкусный. Вот этот зефир, конечно, после того просто отвратительный. Это серьёзно вам скажу. Если бы я тот не ела, я этот бы ела, было бы как бы нормально ещё. Но так нет. Ужасен. Ну всё, друзья мои, обед мы с вами съели. Обед мой вышел сегодня на 187 рублей 76 копеек. Немножко подешевле, чем завтрак. Я бы даже сказала, очень бюджетно, потому что картошки тоже хватит на несколько раз. Наггетсов тоже, ну так примерно где-то на 30 рублей. Сок это одноразовое питьё, зефиром можно тут 5 раз чай пить. Да, тоже неплохо, я хочу вам сказать. На ужин у нас сегодня пельмени аппетитные. Горчица не менее аппетитная, острая. Так, новинка написана ещё, кстати. Дальше крекером всё это заедим. И ещё блинчики с мясом. Сейчас мы с вами посмотрим, что тут внутри этого блинчика. В принципе, начинки тут ни много и ни мало. Я бы сказала, даже средние. Нормально так себе начиночки. А начнём с пельмешков. Ребят, запах чудный у них. Пахнут очень хорошо. Значит, что у нас тут? Ну, тесто нас мало интересует. Фарш тут где-то. Мясо куриное, механическое обвалки. Ну, понятное дело. Тут рога копыта. Лук рябчатый. Жир говяжий. Фу, лишь бы жира мне отдавали. Это, знаете, вот это грешат, а не то, что потом жир, вот этот жир во рту. И всякие ароматизаторы, усилители вкуса, аромата, глутамат, натрия. Ну, ладно, сейчас попробуем. Стоили они, по-моему, 80 рублей. Да, помню, 80 рублей стоили. 500 грамм, 80 рублей, 500 грамм. Я что-то решила, что тут килограмм. Не знаю, почему мне такая маленькая коробочка показалась килограмму. За 500 грамм 80 рублей. В общем, килограмм 160 рублей. Дешево это или нет, решайте сами. Но за курицу в мехобалке надо смотреть. В общем, давайте попробуем. Пельмени не разварились. Они очень хорошие. Я имею в виду, все прям вот как на подбор. С ними дядька, черномор. Неплохо. Так, первое впечатление, что неплохо. Извините, что с набитым ртом. Ну, сразу скажу. Ну да, неплохо. Как бы первое впечатление у меня сложилось то, что даже очень-очень хорошо. Ну да. Я не знаю, что они туда напихали, что даже и очень неплохо. Давайте попробуем с горчичкой теперь. Как она тут? Остра, не остра? Эх, подружка ты моя. Хорошая. Сейчас мы ее от тебя зац... Ой, нет, это что-то много горчицы. Я столько не съем. Наверное, сейчас у меня тут будет во рту бойня. Горчица хорошая, но блин, острая. Дай-ка воды, я сейчас запью. Ну, теперь давайте попробуем блины в начинке. Так, начинку мы с вами развернули, посмотрели. Тут ее довольно-таки немало. Ну и немного. Так, средний. Конечно, понятное дело, в этих блинах одно тесто. Так, а блины у нас сколько стоили? 54 рубля за 420 грамм блинчиков. Тут у нас получается сколько? 6 блинов. По 2 на каждого. Не, если их пожарить на сковороде в масле, но мне просто не хотелось вот жареное вечером есть, заморачиваться с этим маслом, то они будут намного вкуснее. В принципе, тоже неплохо за свои деньги. Но мне вот больше напоминает какой-то печень, а не фарш. Нет тут печени в фарш. Мы, кстати, с вами... Мясо птицы, говядина, мясо птицы. Какое мясо, не указано. Лук репчатый, кожа куриная. Вот. Ну, про печень ничего нет. Жир говяжий. Ну, вот, кстати, немножко фарш отличается, а так можно сказать, что он идентичный. В общем, про блины скажу так. Какое-то у меня неоднозначное... О них осталось мнение. Вроде бы и тесто хорошее, но начинка как-то немножко не доиграла. Не доиграла. Что-то вот не то мне. Скажу вот под сомнением. Осталось, не знаю, купила бы я их ещё раз. Навряд ли. Да. Ну, а про пельмени с уверенностью и точностью могу сказать, что для своих денег и для своего продукта неплохие. Ну, и теперь давайте попробуем крекер. Рыбки. Рыбёшки. Такие маленькие тут, кстати. Они совсем малыши. Карандаши. Семечки вместо попкорна можно, да. Ну, вы поняли. За 20 рублей. Так, сиди и забрасывай себе весь вечер. Нормальный крекер. Не солёный он, кстати. Ну, и не сладкий. Что-то среднее. За мой сегодняшний чудесный ужин я отдала немножко меньше, чем за обед и за завтрак. Всего лишь 177 рублей. Но, опять же, тут у меня блинов хватит на два раза поесть. Пельмени точно раза на три. Водички попить там, я не знаю, энное количество раз там. Горчицы тоже я буду питаться. Мне там её на полгода точно хватит. У крекера на пару фильмов. Вот такие дела, друзья. В принципе, неплохо, да. Бюджетно всё у нас сегодня было. Как-то бюджетно. Денёк у меня сегодня, можно сказать, удался. Ну, что скажете, как вам продукты? Красная цена? А я вам хочу сказать так. Кое-где, ну, это как всегда и везде, да. Кое-где есть нормальные. Не сказать, что это прям вот, ну всё, ну всё, гэ. Нет, есть и хорошие продукты, есть, как всегда, и плохие. В общем, нужно знать и выбирать. А я вам, как всегда, в этом подсказываю. Ну, подводите, хочу сказать, что сегодня, в принципе, всё было даже и неплохо. Бюджетно, нормально, но продукты, конечно же, не натуральные, там, в них химия теперь. Ого-го, сколько! Ну, да ладно, мы ж на это особо и не смотрим. Да, нам лишь бы животик свой вкусненьким набить. Ну, всё, друзья мои, надеюсь, вам сегодня мой день понравился. Куда отправимся в следующий раз? Пишите свои комментарии, а я буду сегодня с вами прощаться. Всем пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok